Продолжение следует... А давно ситуация такая? Давно, с июля месяца. Давно. Он воды нету. Воды нету. Видите, он посмотрите, в воду возит. Вот так вот мы живем. С июля месяца. Воды нету. А что говорят чиновники? Ничего не говорят. Сидит вот там заместитель мэра, который по связям с общественностью. Вот смотрите, воду мы так ищем. Мы воду черпали. Был дождь. Я вот здесь сама лично черпала воду с лужи. Вон, у нас кухня наша. Вон, наша кухня. В подвале. Да, вот там мы готовили кушать. Раз, никто не говорит ничего. А здесь никого нет вообще? Отопление нам не обещают. Идет холода. Но вот МЧС не заходило? Нет, не заходило. Нет. Воду привозят. Ну раз в 10 дней. И то ее не хватает. Вот. Три общежития. Воды не хватает. А военные как-то пытаются это решать? Нет. Никак. Вообще никак. А обстрелы часто города? Часто. Каждый день. Вот сегодня в 5 часов. Такое тут было. Я же говорю, вот проедьте. Вот недалеко по Кирово. Там попали в дом. По советской дальше попали возле садика. Возят воду. Это частники возят воду. Сами по себе возят. Верующие люди. У них колодцы у кое-кого есть. То есть как волонтеры, да? Да, типа волонтеры. Это с питьевой водой? Это все, да. Вот взяли на анализ со скважины воду санстанция. Сказали только промывать унитаз. Даже не купаться, не стираться. Только унитаз. Все какие палочки есть, патогенные. Все в этой воде. Канализация работает в городе? Ну, как канализация работает? Ну, как канализация работает? Мы-то куда-то ходим за водой. Как-то смывается. Но вонь стоит ужасно. В квартирах находиться некак. Возвращается у кого заканчивается денежный лимит. Те возвращаются. А так, ну... И вот сейчас в заводе заехали, бомбят. Прямо с завода. Стреляют, да? Стреляют прямо с завода. На последнюю неделю попали в Диноскрышку. И зачем это надо? Это здесь, в заводе. Да, вот завод, огнеупорный завод. В тихиле танков. Как вам нравится. Вот тут вот. Вот, вот оттуда поехали туда каждый вечер. Как только темнеет, начинает езда танков. А во сколько обстрелов начинается? В 5 утра, представьте. Всегда, да, стабильно. Нет. Они могут стрелять. Когда им надо. В основном еще около 6 вечера тоже бывает. Вот в 5 утра, в пол, 5 утра и около 6 вечера. Ага. И без переборки идти, без ничего. Кто, куда? Какие-то ракетницы вылетают. У нас окна выходят вот сюда, между общежитиями. Ракетницы постоянно вылетают. Вылетают с этой стороны. Ну и в город прилетает, да, получается? Нет, в город нет. Это в основном кладбище. Но вы говорили, там попали в дом. В дом попали, дом каждый бомбленный. Та сторона. У моей матери разбомбили, у брата разбомбили дом. Это все украинская армия. А что бы вы могли сказать чиновникам ответственным? А пусть они приедут. Пусть он приедет к нам и поживет. Пусть вот он приедет к нам, потаскает воду. Чтобы они жили так, как мы жили. Ручками постирает. Побегает по подвалам. Пусть вот он приедет к нам со своей семьей. Они там спят на мягких постельках. Кушают то, что им хочется. Пусть они к нам приедут. Дети зашли в украинскую армию. Мебельный магазин. Там мебель меньше 7 тысяч нет. Они в сапогах вонючих, в робах своих там лежали. Отдыхали, спали. Как так можно быть? В профилакторию то же самое. Кровати забрали. Все забрали. В больнице то же самое. Это освободители. Какие они освободители? А как жилось до того, как армия зашла? Отлично жили. Когда украинская армия зашла. Отлично жили. Нигде ничего не было. И вода, и свет, и канализация все было. Все работало. Они зашли и все. И начали беспредельничать. Девятиэтажка, пожалуйста, людей выгоняют, там живут. Отправляют все домой. Телевизоры, ворота, железные кованые ворота, почты переслали домой. Что это такое? Это были такие случаи? Да. Это все украинская армия. А какая у вас, может, номер, часть, знаете, стоит какая? Не знаю, 20 или 21-я бригада была, я не знаю тут какая. 20-я в основном. По-моему. Не ощущается? Нет, вообще, даже не... Первый раз 5 сентября, когда должно было... Часа 3-4, может быть. 6 часов в мире. Может быть, часа 3-4. Полседьмого уже были обстрелы. И вечером с добрым утром в 6 часов, даже и в 6. И в 5, и в полпятого. И в обед, может быть. И спокойной ночи в 10 часов. В любой момент, понимаете, в любой момент, у них графика нет. То есть мы так, ага, дверь у нас не замыкается на ночь. Мы готовы в любой момент выскакивать. Подвалы постоянно открытые. Это сейчас еще не открыли. В подвалах там и матрасы, и подушки, все. Я же говорю, а правительство, пусть оно приедет к нам. Пусть оно попробует готовить, кушать с воды, в которой вся патогенная флора живет, которая есть. Вот пусть попробуют побегать, поискать, где вода, в очереди постоять за этой водой. Выбрали на заходе питьевую воду, отличная вода. За эти заехали, все, мы не можем взять. Потому что не пускают нас. Там революары, которые на город дают воду. Нас туда не пускают, все. И кроме колодца, ну и опять, попробуй на велосипеде наездиться. Мне нельзя, мне легкая резаная. А я тягаю, блин, кто-то куда воду. Так же самое и сын, у меня глаза нету, я тягаю. Мне нельзя этого делать. Больше трех килограмм поднимать. А я под четыре ведра ношу. Вместе с баклажками. Миша, домой идем. Не, баба, бах. Баба, бах. Ребенку 2,4. Он уже баба, бах. Только бахают. Дети бедные не знают, куда бежать. Чуть ли не под лапку лезут. Ну, собака, это отдельная тема. Ну, собаки, да, есть собака. Собака, это сразу бежит в подъезд и прячется куда. Собака, да, первый признак бомбежки. Она сразу убегает с дома. Работа есть где-то в городе? Нет. В городе работы вообще нет. А была раньше? Была, конечно. Завод работал. И завод работал, санстанция работали, школы работали. Ну, так, кое-кто постройки, кому что сделать можно было. В полиглинике до обеда работают. И все. А как сейчас выживают? У кого что есть, у кого кто чем может помогать друг другу. Родители пенсию получают, помогают. Спасибо верующим, естественно. Верующие помогают. Помогают хлеб, кое-какие продукты у них, я не знаю, где не берут, но спасибо им, да. Соцвыплат тоже нет, да? Ну, есть, есть. Еще раз говорю, за ними надо ехать в Курахово. А Курахово за 26 километров от нас? Выстаивать очереди, не факт, что вы получите. Вот поехал за пенсией, простоял очередь, все, в банкомате на кассе денег нет. Ждите инкассацию 3-4 часа. Уже он не уедет. Автобус до 2 часов, все, банкоматы заправляют 4, я не могу уже оттуда уехать. Где я буду ночевать? Нигде. И так, по неделям туда ездим за пенсией. Ну, правильно, Красногоровка, Маренко, они все на Курахово. Завод работал на полную силу. Все едут туда, чтобы получить какие-то свои копейки, которые пересылают. Это огнеупорный завод, да. Да, это огнеупорный завод, их раньше в Союзе было 3. Наш завод, он славился. Это самый сильный был. Это вообще, он во всем мире, наш кирпич по всем заграницам был. Теперь с завода осталось ничего и то. Заняли завод и теперь оттуда ни рабочих не пускают. Есть по 2 человека, с 7 работали. Сейчас никто не работает там. Как людям жить? То хоть какие-то копейки зарабатывали. Садики все закрыты, школы закрыты. То, что боятся. Спасибо. Есть, у нас нет. Как только нас, как? Вообще, в общем, у вас телевидение работает? Ну, у кого тарелка, у людей, у кого тарелки, у того и показывают. Ну, а так, в основном, у родственников. Ага, то есть до сих пор ничего никак не настроили? А газеты есть какие-то там? Откуда газеты? У нас ни начальство, ни газеты. У нас работает одна почта. На свой страх и риск девочки там сидят и работает одна почта, и все. А как вы новости узнаете? Из интернета, из телевизора. Ну, интернет есть, да? Ну, только у Куртелекомовский, да. Это, вы имеете в виду модем, да? Да, да, через модем, да. Это у Куртелеком, это у Куртелеком. А такого нет проводного? Нет, ну, и в телефонах у кого есть, да, так только. Только интернет и спасают. У нас скоро крысы будут пешим строем ходить по Капитанскому. Зато оплату, а, сорвали объявление. Несите платить. А как уйдут отсюда украинский военный? Пусть останется, это спокойный город. Что это такое? Вы сейчас приедете по улице Кирова и посмотрите, что там. Вот справа, да, там, вот, как будете ехать налево. Ну, смотрите, украинские уйдут, другие придут. Да никто к нам не придет. Ну, святое место просто не бывает, как бы. Такая вообще, просто уйдут, оставят нас в покое. Пусть все уходят, и те, и другие. Мы жили спокойно, нормально. Я говорю, мы заводские рабочие шахтеры тут. По два, по три поколения нас. Наши отцы, наши деды работали. А теперь мы у разбитого корыта. Я говорю, нас оставили без копейки, без средств к существованию. Шахты не работают, завод стоит. Как нам выживать? Как нам выживать? Зима идет. А тут за это заплати, туда дай. А где мне дать? Завод не работает с 12 июля. Где мне взять? А печатный станок мне украинская. Власть не предоставила, чтобы я могла выжить. И заплатить, и за коммунальные, и за все остальное. За коммунальные, расскажите. Городской. У нас объявление висело, они сорвали его. ЖКО до 4 сентября, их два месяца, никого здесь не было. Вот как 10 или 11, когда первый раз Марьянку убили? 12 июля, вот как Марьянку побили. Они на следующий день умотали все отсюда. Появились 4 сентября, и сразу вывесили объявление. Платите мусор, квартплату. За что? Мусор не вывозился, не знаю, 2 или 3 недели. Квартплата, извините, вы ничего не делали, вас здесь просто не было. За что я должна заплатить вам? Хорошо, вода и свет по счетчику, того, чего не было. Так извините, я должна заплатить 50 гривен за мусор, 20 гривен за квартплату. За что? А когда начинаем к Васильеву обращаться, что возите нам хоть техническую воду, нам хотя бы элементарно умыться и промыть туалет чем-то надо. А он говорит мне, а вы будете, это лично мне он сказал, а вы будете за нее платить? Ты привезешь со скважины неучтенную, а я тебе должна заплатить. С сальмонелой совсем воду привезешь сюда, и я тебе еще должна за это и заплатить. А кто такой Васильев? Начальник по воде. По воде, мастер или кто? А он сейчас здесь или где? Да нет, сегодня суббота, они тут с 8 до 12 сидят 4 часа, пособираются, только одни маты. А местные как мэр или кто у вас тут? Мэр нет, мэр умотал еще при первой бомбежке отсюда. У нас есть тут заместитель мэра. Галаваст. Чего? Кто такая Галаваст, я не знаю. Знаю, что Журавлева есть, она заместитель мэра. А за мэра какая-то кто? Крутоголовая. Крутоголовая говорят сейчас за мэра, чихто. И Журавлева, ну в общем мы не знаем, кто из них за кто. Вот это два человека, что у нас тут есть эти две женщины. И никто ничего не решает. Обращаешься, спрашиваешь воду, обращайтесь в ЖКО. ЖКО вообще морозит такое, что на голову не налазит. В общем никому мы не нужны, все нас бросили на произвол судьбы. Сколько у нас стариков пенсионеров. Это мы здесь более-менее малосемейное общежитие, что такие помоложе, 50, 55 и меньше. А вот Покирова там напротив старого рынка, там полно пенсионеров. У меня двое стариков, там отцу 76-й год, маме 74-й. Мама два инфаркта пережила, она с этими баклажечками, если военные привезут, воду носит. Что-то за издевательство такое. Ну вот привезли, сейчас будут стоять в очереди 2-3 часа, потому что полкрасного уровня там стоит. Вот многие жители обвиняют, считают, что это стрелы ведет украинская армия и стреляют, и ответка идет по ним, со стороны сепаратистов. Это действительно так? В смысле, что мы первые стреляем, а не по нам, что вы? Нет, мы всегда стреляем в ответку. Это всегда такое было. Я сегодня вообще слышал бред какой-то, что мы выезжаем в Старом Михайловку, со Старом Михайловки, стреляем сюда. В Старом Михайловку там полностью сепаратисты сидят. Поэтому это нереально, абсолютно нереально. Вот. Что, ну сегодня, а вас не было сегодня в 5 утра? Мы, ну мы видели последствия. А, последствия. Ну сегодня вот ураган был, работал. Ну что он работал в 5 утрах? Кто по нему стрелял? Ну никто же не стрелял. Взяли, гахнули еще по городу. Ну а сколько, вот сейчас режим прекращения огня, сколько вы его соблюдаете? Ну я только слышал о режиме прекращения огня. Ну с вашей стороны? Я говорю, только в ответ. Все выстрелы идут только в ответ. Конечно плохо, что у вас нет возможности такой там побыть, там пару дней здесь. Ну вы бы сами все увидели. Тут еще многие жители обвиняют армию, якобы какие-то грабежи были, случаи магазинов, почему-то они считают, что это армия. Ну вы знаете, мы здесь, мы входили сюда. Да, поэтому грабежи. Я знаю, что вот АТБ, там начальные люди голодные сидели, они налетели, разобрали его полностью. Кушать там хотелось, воды не было у людей, до сих пор воды нет. Поэтому, ну я не видел, ребята, чтобы там что-то было, я даже не слышал от своих бойцов, что что-то случилось. Ну а как у вас вообще отношения с местным населением? По-разному. Многие рады нам, помогают даже покушать, привозят, готовят даже. Ну у нас есть, в принципе, они отказывают, они от души это готовят. Вот, приготовляют, пытаются нам передавать, там, понимают. А так, ну какие-то взгляды злые немножко.